Друзья, всем привет! Прямо сейчас мы записываем ролик интервью с Досей Странная ситуация произошла, мы ехали к нему домой, он мне звонит Я не удивлен, если что Он мне звонит и говорит, кстати, вот он, без шуток, это Дося, без шуток Да, это он Это, если что, первая встреча, это случайно Идется потесниться тогда чуть-чуть Так, в общем, только что Дося продавал машину, ты продал ее? Я ее продал, но соседи мне отдавают все документы за сейфер Серьезно? Да А, ну поедем, да? Мы на ней доедем, да, до меня То есть мы сейчас ее продаем? Да Он мне звонит и говорит, Эрик, я продаю машину, можешь подъехать не домой, а на продажу В общем, такое вот интервью у нас Ладно, давай, давай Так, Дося, перед тем, как ты начнешь, ты не рваться на Сайбершок Мы не забыли попросить лайки Ребята, сейчас у нас онлайн 4000 Умножаем на 6, это 24 тысячи Прибавляем 6, это 30 тысяч Чуваки, давайте наберем 30 тысяч лайков Спасибо большое всем за то, что вы это сегодня И это, мне кажется, достойно Такое количество лайков, потому что ролик будет очень интересный Всем желаю приятного просмотра Привет всем, молодые люди Это свершилось, Дося, канал Шока Интервью, большое интервью Всем привет Давайте начинать Мы сейчас в квартире у Доси Это Москва Ну как Москва, поселок Почти Московская область А сейчас я вам покажу эту квартиру Покажем рабочее место Спросим Доси самые интересные вопросы И, по сути, да, любое присутствие Доси на канале Это лучшее, что могло произойти Но я реально ждал это интервью Сейчас будет все очень интересно Пора спрашивать Давайте заходить в первую комнату Это о кухне Дося, сколько раз ты ешь в день? Минимум раза три Покажешь свой рацион? Холодильник тебе открыть? Да, да Вот мой рацион, вот он стоит здесь А на сколько сейчас топишь? Да очень редко, на самом деле Ну рацион такой Кола есть обязательно для стримчика Кола? Кола, да У тебя энергетики? Энергетики есть, да Почему адреналин? Не знаю Вкусный Здесь жена Это весь отдел жены Она здесь все заготавливает Что-то делает Все домашнее здесь, короче И мясо даже домашнее Окей Так, насчет вот этого расскажи, пожалуйста На какой сумме здесь сейчас напитков? Честно, я не знаю Это просто, на самом деле Большинство напитков Откуда-то привезенных Ну ладно, в этом месяце Сейчас июль 13-е Сколько раз выпил за этот месяц? В этом месяце один раз свер Серьезно? Это позавчера Один, позавчера Ну, предстоит еще там На день рождения Я так же Рассвисание есть, да? Я еще нагоню, да Сколько у тебя квадратов? 87, наверное Ты ее купил? Да За сколько? За 5 миллионов Да ладно Это очень хорошая сумма Так, тут следующая комната Это спальня Ну, да, заходить не будем Ну, и сейчас самое главное Это рабочее место А у Дойси его сразу два Так, рассказывай, почему у тебя Два рабочих места Это что за Бред? Так получилось просто И у СИЗДы было два рабочих места Короче, у проигроков какие-то странные Бестеприимные люди просто Кресло Team Spirit Ты не был в Team Spirit Что за бренд? Ну, так вот так получилось Не, реально, откуда оно? Отобрал одного хорошего человека Хороший человек в Team Spirit С кем ты хорошо знакомишься? Старикс Старикс все точно Какой рабочий вы? Тот А что с этим было? С этим все нормально, на самом деле Он просто немножко устаревший А так рабочий Вполне Не хочешь продавать? Вполне Да, не вижу смысла У нас с конца выпуска раздается что-то Подпичками Я думаю, что компьютер Это хороший вариант Так, вентилятор Почему здесь кондиционер Не учел Не учел Ну, желез, да, уже? Ну, да Учел только спальню и зал Так, по компьютеру здесь какое железо? Ну, видеокарты процессор можно сказать Видяха 980Ti Процессор i7-7700 Процессор хорошего По видеокарте отмена Так, ладно Вот и рабочее место Настоящее Вот на этом компьютере Доссе играет FPL Против Simpla Против Monosy Как тебе игра на FPL? Ну, пока тяжело дается На самом деле Слушай, ну, начал-то хорошо У тебя это Винрейд был 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 Поначалу нормально было, да Но не знаю Сейчас Очень тяжело В том плане То, что все игроки FPL Они активные игроки Про-игроки Я имею ввиду То, что у них Постоянно идут матчи Тренировки И они находятся Все всегда в форме А я как бы Просто прихожу Постримить по пуле Типа на Чили То есть Есть шанс того, что Ты таким? Ну, не знаю Че, два года висел Три года висел Ничего Никто не убирал Никому не мешал Да, самое забавное Что все кикали Ты оставался Да Самая интересная история Это с Хармакеем Если что Все стримы у него Под Хармакей И выглядит Эта конструкция Очень забавно Все потому, что Это самостоятельная работа Ты всего лишь купил Эту ткань За полторы тысячи? Полторы тысячи На Алиэкспрессе С доставкой из России Серьезно? Ну и плюс Это все он сделал сам С женой Так что Респект за самоделку Сколько тебе понадобилось времени? Ну, часов пять Мы здесь что-то делали Но это получилось Из-за того, что Мы сначала хотели В принципе Из труп сделать Ну, как на картинке Все покрасивее Но У нас конструкция Начала шататься Падать И мы поняли Что проще Деревяшки сделать И все Кресло Тикси Рейсер И оно какое-то странное Что с ним? Что с ним? Ну, у меня просто Кошка живет Ааа И это ее Любимое место И она как бы Здесь ей когти точит И спит И все что угодно Да Ну, как бы Это ее кресло По большому счету Одевайся у тебя HyperX Стилсерия Зови И Бэнк У тебя все разное Джипро еще лежит Джипро Почему она лежит? Это что за Сейчас антиреклама Лужак будет Антиреклама серьезная Потому что Моя Джипро Лагает Так, подъехали Подъехали Но так как Я ее не покупал Я же не могу Предъявить Конечно Мне ее дали Как бы Бесплатно Поэтому я не жалуюсь Хорошая мышка А лагает как Сенсор же Или задержка Сенсор, да Сенсор Что-то не так С сенсором у нее Она как Не знаю Мышка из 90-х Иногда вот так Потолок подкидывает Себя Еще что-то происходит Поджетек Я не хотел Это вставлять Но Ну у тебя сейчас Зови ЕЦ Ну это я так Тестово поставил ЕЦ2 Наверное Или ЕЦ1 Там вам не написано Брасываешь Так, монитор у тебя 240 240, да Оба У него для чата 240 герц Чтобы комментарии Быстрее вычитать Камера у тебя Секс-922 Ну она у тебя Вроде нормально снимает Но я тебе советую Конечно камеру Приобрести А вот Типа такой, да? Нет 6300 Соня Она стоит Стоит 40 тысяч Только тоненькая Беленькая Не-не Такой же размера Мы сегодня покажем 6300 стоит? Не-не 6300 Смотри Называется Стоит 40 Ага Я понял И плюс объектив 30 А это хорошая Очень хорошая Камера Лоджитэки Все Реклама подъехала Покажешь Как ты КС играешь Какие у тебя Настройки Под КС У тебя есть Какие специальные Штучки Да К тебе Интересен Да Покажи Какие у тебя Параметры запуска И какие у тебя Секретики Метры очень простые Это герцовка Это тикрейт Причем Два раза Это чтобы Наверняка Это чтобы Не показывала Заставку Консоль Это я не знаю Что это новое Какое-то Посоветовались Засунуть И интерп У меня И все Окей То есть Ты приходишь На турнир И прописываешь Это Никаких больше Настройок у тебя нет? Может быть Настройки монитора Специальные Не Я могу Как бы Скинуть Сейчас На ноль Свои настройки В кейсе И прям За минуту Настроить Давай Все Я засеку Сколько Время Понадобится Досе Поставить Свои настройки Тося Это что Подушечка Это намек То что у тебя В команде Будет Бельчонок Нет Как тебе Бельчонок В кейле Прикольно Катает Да Да Представь Ему там 15 Кажется Не По-моему А не 16 16 Да уже 16 Точно Есть Пацаны Если что Помните Бельчонка Он В ФПЛ Попал Красавчик Парень Не Рейджит На него Из-за Его Игры Я Не Видел Чтобы Рейджил Кто-то А вообще Хоть раз Были Сучи На ФПЛ Когда Говорили Досе Проголосуй Пожалуйста Кикать Или Нет Я Никогда В таких Голосованиях Не Принимал Часть Поэтому Не Могу Сказать Как Оно Вообще Происходит Как Кого-то Кикают Типа Я Думаю Мне кажется Там Есть Что-то Такое Знаешь Личная Какая-то Неприязнь Человек Может Продавить Ну Потому Что Я Сам По Себе Знаю Да Если Мне Кто-то Не Понравится Но Я Могу Сделать Так Что Он На Турнир Не Попадет Типа Другой Вопрос Зачем Это Делать Ты Уже Так Делал Да Нет Пока Пока Абирайте Задуй себя Пожалуйста Ребята Что у тебя С автомойкой До того Как ты стал Стримером Ты ее Открыл Рекламировал Это было Очень давно На самом деле Я еще В комбит Наверное Был Да Я открыл Мойку Типа Вложил Туда Кучу денег Кучу денег На сколько Больше Там Двух Миллионов И причем Не один Я вкладывал Типа С одним Майн Тиммейтом Ренд Бэйвшем Нет Смол Вот И как бы Начиналось Все на самом деле Более-менее Неплохо Но По сечению Времени Мы столкнулись Просто С жесткими Проблемами То что мы Никогда Не сталкивались Типа В киберспорте Это Люди С которыми Нужно работать Типа Не было Вообще Не могли найти Персонал Адекватный Типа Который бы Адекватно Работал И так далее Ну и По итогу Нас Прищемило Типа Просто То что Высокая аренда Была Сколько 250 Месяц Было Это Хорошее Место Было Это было Хорошее Место На самом деле Мы окупались Типа Несколько Месяцев Все Было Нормально Типа При том То что Мы давали Нашим Там Мойщикам Администраторам Грубо говоря Завышенный Процент Где По Москве В среднем Там Дают Например 20-25 Мы давали Под 40 Вообще 40 Да И мы Окупали Типа Эту Аренду Все Было Хорошо А потом Начались Проблемы Опять же Типа С Людьми И все И как-то Все Вниз Покатилось И мы Просуществовали Месяцев 8 Наверное 9 И как-то Все Подзагнулось Вы Продали Мойку Она Была В аренду И Мы Не могли Ее Там Субаренду Сдать Или Еще Что-то Сделать Такой Договор А на что Вы потратили 2 миллиона Если она Была Уже Готовая Она Не Совсем Готовая Была Типа Мы Закупали Там Практически Все Оборудование В итоге Ты можешь Посчитать Что ты В минус На Миллион Именно Ты Именно Я Ну Наверное Минус Минимум Миллион И Плюс Время И Время Да Если У меня Будет Вопрос Про Твою Самую Большую Ошибку В жизни Это Это Просто Дало Мне Огромнейший Опыт Я Понял То Что Не Твое Не Лезь Серьезно Ну Просто Реально Когда Ты Чемпион Мира Киберспортивной Игры Ты Ходишь В Офлайн Это Странно Конечно Попытка Тот же клуб Можно было бы Сделать Согласен Мустам Крю Это Странная Команда Потому Что За всю Историю Из Всех Официальных Игр Вы Выиграли Всего Одну Игру Ну Вот На Шел Тв Мы Видим Только Одну Победу Как Это Происходит Что Со 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 Дельцем Был Я Наверное Я Вообще Создатель Я Нашел Инвестора Который Инвестировал В эту Команду Деньги Пытались Мы Около Месяцев Трех Вот Что Ну И Мы На самом Деле Допустили Опять же Большую Ошибку Мы Поставили Перед Собой Цель Быстро Добиться Результатов Это Была Огромная Ошибка Нам Надо Было Просто Сидеть Там Минимум Полгода Там Восемь Месяцев Тренироваться И потом Уже Играть Турниры А мы Начали Как бы С обратной Стороны Мы Начали Сразу Просить Инвайты Сразу Участвовать В турнирах Типа И у нас Не было Времени Тупо Тренироваться Мы Готовились От Турниров Ну Грубо говоря От Игре К игре Типа Эти Десять Игр Можно Растянуть Там Но Как раз На Эти Три Четыре Месяца И ты Как бы Между Турнирами Постоянно И Не можешь Адекватно Тренироваться Вот и Все В этом Вся Ошибка Сейчас Скоро Мы Запишем Видео Что Такое Вообще Мустанг Как оно Создавалось Для чего Оно Создавалось Типа Ну Я Надеюсь Ближайший Месяц Это Видео Выйдет И мы Там Все Подробно Расскажем Покажем Но В данный Момент Я Уже Не Являюсь Игроком Этой Команды Я Изначально Шел Туда Как бы Игроком На Короткий Срок Просто Там Передать Какой Опыт Типа Медий Когда И так Далее Сейчас Я Просто В роли Как Помогающего Этой Организации И Игрок Там Не Сильно Близко И Недалеко Скажем Так Нужно Помог Помочь Помогу Типа Вот так Но И у меня В любом Случае Ну Как Бы Я Переживаю За Игроков Которые Вступили В команду И так Далее А Ты Не Вкладывал Деньги В эту Команду Деньги Я Не Вкладывал А В тот ролик Который Был Анонсом Команды Весь Состав Чья Это Была Идея Это Была Идея Инвестора Сейчас У вас Будет Ролик Как Это Снималось И Почему Не Был Эмиля Почему Не Был Эмиля Потому Что Эмиля В составе Не Был Еще Это Самое Зарождение Состава Был Худше А Почему Худше Злуки Кнули Инвестор Требовал Результат Типа И Он Очень Сильно Влиял На Типа Микроклимат В команде Это Тоже Была Ошибка В том Что Он Мог Участвовать Вообще В составе Выборе Игроков И так Далее Инвестор Да Это Нельзя Такое Допускать Ты Играл Не Только В СНГ Составах Но И Пробовался В Китайском Расскажи Какая Разница Между Китайскими Составами Менталитетом Игрой Мышлением И Европейскими Ну СНГ И Почему Не Срослось Не Срослось Сразу Скажу Из-за Коронавируса Это Инфа Стопроцентная Потому Что Китайцы Ну В Китае Это Все Началось И Они Намного Быстрее Всех Вообще Осознали Что Происходит Вот И Так Ну Именно Из-за Него Типа Нам Пришлось Расстаться С Китайской Организацией Организацией Была One Three Один Три Вот Ну Что Менталитет Не Знаю Мне Типа Не Очень Зашла Их Еда Потому Что В основном Все Было Острое А В СНГ Не Очень Любят Острое Только Казахи Наверное Ну Моу Кайфовал Русик Кайфовал Там От Их Еды Но Нас Немного Удивило Количество Времени Которое Они Уделяли Тренировкам Типа И Вообще Подготовкой К официальным Играм Каким То Но Мне Кажется Для СНГ Игроков Ну Не Важно Кто Соперник Ты В любом Случа Придешь Будешь Играть Разыгрываться Типа Тебе Важно Показать Себе У них Из Пяти Игроков За Час Приходил Всего Один Игрок Остальные Приходили Буквально Там Какие-то 10-15 Минут Садились Чуть Дем Покатали И все И понеслась Нас Это Удивило Это Как раз Неожиданно Потому Что Китайцы Мы Все Привыкли Думать То Что Они Роботы Машины Типа Которые Сидят Затрачивают Киборги Возможно Нам Так Не повезло И мы Увидели Не ту Команду Не знаю А в китайской Команде По зарплате Были Какие-то Отличительные Суммы Ну Совсем Уж Наверное Не было Но Скажем Так То Что Это Меньше Топовые СНГ Зарплаты Но Приблизительно Среднеевропейская Но Не топовая Да 5-6 Как ты Учился В школе Учился В школе На троечке На троечке Ну Понятно Что там Какие-то Обычные Общеобразовательные Там Четверки Пятерки Типа Но Закончил Школу Я наверно Только С Тремя Пятерками А остальное Четверки Тройки Три Пятерки Какие-то У нас Предметы Ой Не соврать бы Тебе У меня Это был Башкирский Физрак Доси Из Уфы Немецкий Немецкий Сейчас можешь Приложение Сказать Вообще Нет Но Немецкий Похож на английский Может быть Благодаря этому У тебя на ФПЛ Есть информация Некоторая Да нет Скорее информация У меня есть Просто Из-за того Это как раз Один из тот Моментов Который Мы обсуждали Раньше Вот эта грань Была Как бы Она Перешел Я эту грань И появился Как бы Лучший друг Видишь Как бывает Иногда Враги Появляются Иногда Лучшие друзья Но я Ну типа Если Очень сильно Пьяный Был Ну я просто Забыл Это И все Ну Это правда Получается Это скорее всего Правда Да На 99 И 5 Пытался ли ты Когда-нибудь Жизни Похудеть Пытался И какие Результаты Не понравилось Не понравилось А сколько Сейчас Ветишь Сейчас Около 120 Как думаешь В какой момент Тебя начали Назвать Игодами За что Ой Это Было Насколько Я помню Это было Целенаправленно Сделано Гамбитами Вместе Со мной Это Первая компания Мы Как-то С Костич Или Костя Увидел Грув Который Генеральный Там В Гамбитах Он Получается Увидел Прикол На ЛТВ Там Сделали Рейтинг Сделали Рейтинг Типа Самых Сексуальных Игроков Типа И туда Накидали Меня Флюшу Джей Ви Там Знаешь Ну типа Да Да Все Прикол Вроде Сделали Типа И Костя Решил Эту тему Хайпануть Подхватить Типа Потому что Начали называть Секс годом Типа И сразу Вышло Это видео Которое Набрало Там Больше Миллиона Сходу Типа По итогу Там Чуть ли Не под Пять миллионов Что ли Это видео Набрало Типа Секс годом Ну и все И мы чуть-чуть Потом С ним Поддержали Еще несколько Видео И Все Прилипло Прямо сейчас У Дойси Началось Время Он должен Настроить Полностью Казго Под турнир Время Ограничено Полетели Так Это Основная Настройка Рейд стоит Семь С два Мои Бинды Фоллскрин 16 на 9 Ты мажор выиграл 16 на 9 Не А зачем Из-за стрима Просто Ну На самом деле Нет Просто Красиво Ну Из-за стрима Да Просто Мне Приятнее Играть Ты думаешь То Что конфиг Все-таки Не Лучше Не Знаю Ну На мажоре Нет Интернета Тебе Нужно Просить Админа Чтобы Он Тебе Залил Конфиг Типа Ну В принципе То же Самое Время Ты будешь Уделять Ну У меня Просто Такой Простой Конфиг У меня Ничего Сколько Тебе Виндов Шесть Штук Да Шесть Виндов Виндов Ну Да Не Больше Пяти Шести И то Это Наверное Три Гранаты Разворотик Разворотик Да Ну Вот У меня На Альт А зачем Это Нужно Ну Все Очень Просто То Что Ты Например Можешь Стоять Типа И Флешка Летит И ты Вот так Делаешь Мышкой Например Вот так Сделан А этот Намного Быстрее Или Развернуться Тебя Сзади Стреляют То Есть Мне Нужен Весь Коврик Чтобы Повернуться Назад А с Этим Моментом Мне Надо Полковника Прикольно Ее Еще Можно Регулировать Так Что Ты На Нажатии Быстрее Медленнее Идет Слушай Я Не Знал Хорошую Тему Окей Победа На Мажоре Ожидаемо Для Тебя Лично Ну Скажем Так Что Я Четверть Синал Играли С Астралис Не Было Знаешь Какого То О Да Они Сильнее Типа Таких Чувств Не Было Чувство Что Мы Можем Мы Можем Выиграть Типа Именно Этот Том Насчет Эмоций После Как Это Все Происходило У Вас Распад Произошел Из-за Чего Это Мы Это Уже Спрашивали У Хоббитов Мне Интересна Твоя Версия Почему Распался Состав Сразу Не Сразу Все Таки Сразу Не Думаю Что Я Скажу Что Другое Чем Хоббит Типа Нас Просто Не Устраивал Тренер Потому Что Мы Не Видели От Кейна Взаимодействие С нами Оно Было У Него С Зевсом А С Нами Его Тупо Не Было И Поэтому Мы Не Понимали Почему Он Нас Тренирует Что Он Делает Вообще Вот И Все И Как Б Мы Проголосовали За То Чтобы Его Убрать Да А Зевс Проголосовал Против И Поставил Ультиматум Либо Он Либо Он Либо Мы Ну Ладно Если Он Уходит То Я За Даль На Мажоре Был Призовой Фунт Миллион Долларов За Первое Место Полмиллиона Из-за Этих Полмиллиона Долларов Сколько Ты Взял Себе Сколько Я Подоговор Да Около Семидесяти Тысяч Долларов Что достелся Долларов Ты Как бы Я нахожусь В этих Гагах Краков Да Именно так Все деньги С мажора Я Потратил На эту квартиру Скажу так Что вообще Все сюда ушло Абсолютно А у тебя же были победы До Гамбитов Почему Где Машины Машина же полтора Полтора У меня была Другая машина Ну Ты же Отменивал их Нет У тебя Все еще Но я ее продал Купил на нее Ну да То есть Потом пошел в мойку А еще и мойка Миллиона У тебя же карьера огромная 16 метров Не ошибаюсь Я висеть любил Висеть Пока не женился Я сильно висел Ты сейчас сыграл в Мусанг Рюм Ушел Кстати Не было еще объявления Я не видел объявления Официально Что ты ушел Ты ушел в стримы У тебя сейчас Аудитория Огромная У тебя огромный спрос Рост Это классно Ты ушел Потому что Понял Что тут больше перспектив Да нет Мне просто весело На самом деле Но ты ушел Уже все Нет Я скажу так То что за последний год Мне Тир-1 команды Не Давали никаких Инвайтов Ну то есть Типа Играть Тир-3 командов Типа Но я попробовал Попробовал создать Что-то свое Ну типа Скажем так Не получилось до конца То чего я хотел Стримы Ну не знаю Я вот честно Не понимаю Почему с меня Орут все Ну вот мне Мне это нравится Типа Типа Скажем так Дополнение Ко всему Ну у тебя интеграция Есть на стриме Или просто баннеры Интеграция есть Я могу сказать Какая самая большая Вообще Зарплата у меня была Но я не буду говорить Где она была И когда она была Это было 12 тысяч долларов За месяц За месяц 700 тысяч рублей Игроком Да Это очень хорошая Зарплата Топ-3 Лучших игрока С которыми ты играл В команде Может быть FPL Может быть Именно команда В команде Санек По-любому Там есть Против него Сложно играть? Против него Сложно Ты прям Не пристреливаешь Не додумываешь Или как Ну Не знаю Может быть Это сейчас Я типа Нахожусь Не в форме И судя по последним Моим играм Против него Типа Как будто Я не успеваю Сделать что-то Какое-то действие Даже Но если Припомнить Какие-то наши Старые игры Ну не сказать Что очень тяжело Было Когда мы играли Гамбит Против Нави Мы выигрывали Они выигрывали Ну то есть У нас не было такого Что кто-то доминировал Сильно И у нас На самом деле Всегда был Еще такой момент То что Например Кенни С Он каждую игру Практически Раньше Бил 30-35 Фрагов То есть Он вообще Уничтожал Команды А против нас Заходил И мы Не ощущали его Он там Как снайпер На ланах И он Как снайпер Хороший И он там Убивает Делает киллы Но нет Чего-то Сверх Естественного Да и сейчас Он занимает Нормальное место В команде Топ-5 Виталити Но в итоге От него моментов Вообще просто ноль Он просто играет Как снайпер Ты назвал Сингла Еще два Наверное Адрен И Мол Сейчас будет вопрос Три самых худших Игрока С которыми Ты играл В команде Три самых худших Можно пропустить Это Может быть Раскидку Не знает Не игнорит Не понимает Долгие Кейн Я с ним Играл Он играл Официальный матч Он прям Все не делает Все делает Не так Ну Плохо играл Он Плохой Тиммейт Ну Еще двоих Но это Очень сложно Это провокация Да Ну давайте Я скажу Добер Кто? Не знаешь Добер? Да Это самый худший Тиммейт Это Такое прозвище Да? Добер Это его Ник Да Я на самом деле Играл с ним Ну не соврать Лет 6-7 Это в какой команде? Еще Суфимы ТПЛ Спорт Потом Форзе Это 1-6 Сначала Все наши И на самом деле Это Ну один из самых Топовых Чуваков Типа И на самом деле Авик Очень жесткий Просто Надо было Его вставить Чтобы он был Чтобы все Помнили Что он есть Пускай Как худший Будет Но ничего Окей Еще Третье Фич Треть Фич Ход подсказал Третья Фич А чего Он Видимо Все Киверболит Даже Я Сейчас Это Стел И кстати Я даже Кейну Замену Нашел Кто? Спейс Спейзы Спейз Спейс Стоп Кейн У вас играл В основном Состое? Ну Какой-то Матч Играл Да Спейс Спейс Кстати В этом Время Очень Хорошо Играл Нет Он Стрелок Но Игрок Он Очень Плохой Головой Что? Не думал В игре Про стрел Насколько Тебя Часто Узнают На улице Не Очень Часто Я На улице Не часто Бываю Так По району Хожу А это Новый Район Здесь Одни Детишки Совсем Маленькие И Приезжие Ну Да Много Приезжих А так Ну В Москве Когда Хожу Бывает Бывает Узнают Бывает Просят Расписаться Там Сфоткаться Что-нибудь Так Отказывал Когда-нибудь Никогда Не отказывал Приятно Как Как у тебя Дела С Алкоголем Сейчас Ты Говорил Что Ты Выпил Это Месяц Один Раз Ну Вообще Он Переобладает Тобой Нет Вообще Нет Но Если Я Начинаю Пить Ну Типа Если Я Вечером Пошел Куда-то Где-то Выпиваю Там В Риске Еще Где-то У меня Есть Такая Грань Если Я Переступил Все Меня Нельзя Оу Я Прям До Талов Пока Не Ебнусь Ну Прям Вот Типа Поэтому Ну Типа Я Так Осторожен На самом Деле С Этим Делом Я Тем Более У У меня Псориаз Типа Это Очень Сильно Влиять На Него В Этом Году Были Ситуации Когда Ты Не Сам До Дома Не Ну У меня Такого Не Бывает Чтобы Я Не Мог Ити Типа Бывает Просто Что Я В Месину Но Я Хожу Еле Хожу Да Но Как Б Все Рано Я Больше Приносить Начинаю Знаешь Неудобства Окружающим Так Типа Такой Чисто Русский Дурак Типа Ходит Пьяный Типа Что Орет Что Поет Прыгает Бегает Ну Какой Типа А что Ты пьешь Да Все Пью Почти А что Не пьешь Может быть Избегаешь Пива Ладно Ошибочка Пива На самом деле Избегаю Да Да Но Все равно Иногда Хочется Типа Вечерком Там Бутылочку Две Выпить Типа В основном Пью Наверное Виски Самый дорогой Напиток Алкокольный Который Ты пил За всю Жизнь Чиво С 21 Летней Стоимость Я 20-летний Чивос Мы Посмотрим Цену Как-то Наугад Напишем Да Вставьте Там Где-нибудь Вот Это Самое Дорогое Что я Пил Это В России Было Нет Это Было В Китае Кстати Насчет Путешествий Во время Киберспорта Какое Какое место Типа Понравилось Больше Сего Какое Место Наверное Америка Какой Штат Л.А. Прям Взошлось Ну Мы Там Просто Так Получилось То Что Мы Висели Там Ну Наверное Недели Две Потому Что У нас Было Два Турнира И Мы Остались Там На Недельку В Анджелесе Там В каком-то Пригороде Или Еще Что-то Такое Мы Сняли Тачку Катались Везде Типа На Один Райончик На Другой Знаешь Как То Как-то У них Чил Покойненько Чил Полный Мы Все Про тебя Говорим Но В одном Составе В Virtus.pro Ты Играл С братом Все верно Где Этот брат Работает Работает Живет Да Ушел Да Из Киберспорта Полностью Да Удачно Не сказать Что Неудачно У него Нормальная Работа Типа Хорошо Получает А С девушкой Живет Типа А Ким Работа Я Честно Не Вникал В Это Что Там В Панке В Райфайзене Что Л Работает Я Не знаю Честно А Насчет Игр Он Вообще Никогда Не Бывает Поиграет С тобой В последнее Время Я Вообще Не Видел Чтобы Он Заходил Но Еще Год Назад Я Видел Что Он И Пап Поигрывает И В Кресики На Это Заходит Ну Походу До Конца Не Отпускает Никого Киберспорт Ну Как Тебе Идея Играть С Братом В Команде Это Было Ошибочно Да Нет Вообще Не Ошибочно Ну Типа Наверное Спорили Все Рано Больше Всех Мы С Ним В Команде Между Собой Типа Но Всегда Находили Решение Поэтому Не знаю Было Прикольно Когда Остаются Два Брата Ну Типа Знаешь Клач Когда Два В Четыре Какой Забираешь Ну У тебя Была Хорошая Коммуникация С ним Да Ты Понимал Усполуслова Окей Молодые Люди Прямо Сейчас Мы Готовы Разыграть С Досей Неплохие Такие Призы А именно Кепки Турнирные Легендарные Кепки Которые Были На всех Турнирах Так Вот Какое Задание Хотя Нет Покажу Кепки У нас Три Варианта Вообще То есть Я сказал Что Сразу Три Может Отдать Но Лучше Выбрать Одну Не Будем Его Обворовывать Так Это У нас Китайский Турнир Веск А Ну Это Легендарный Турнир Который Сейчас Закончился Он Вообще Не Выплачивает Никому Бабки Еле Еле Как Выплатил Если Вообще Выплатил Гамбит Ну Все-таки Топлю за Гамбит Все-таки Ты Был В ней Когда Выиграл Чемпионат Мира Не Не Был Их Еще Не Существовало Где Ну Их По-моему И сейчас Продажи Нет А Ну Все Ну Заметь Это Точно Есть И Это Точно Есть Продажи Короче Я Выбрал Все-таки Гамбит Легендарная Кепка Поэтому Чтобы Ее Забрать Чтобы Ее Выиграть Мы Отправим Вообще Куда Угодно Хоть Ты Из Армении Хоть Ты Из США Что Выиграть Эту Кепку Тебе Всего Лишь Надо Написать Смешной Комментарий Который Зайдет Досе Вот В течение Недели Досе Выберет Тот Сам Комментарий Который Ему Зайдет И Этот Человек Получит Кепку Не Забудьте Комментарию Переписать Свой ID Инстаграм Но Не Ссылкой Просто ID Либо Вконтакте Такие Вы Дела Может Быть Эта Кепка Станет Твоей Просто Вправи Оригинальность И Креатив Ну А Что Досе Ну Все Это Конец Интервью Спасибо За Выпуск Это Был Один Из Лучших Выпусков Потому Что Мне Понравился Так Я Надеюсь Что Этот Ролик Соберет Как Минимум Полмиллиона Просмотров Не Я Очень Хочу Чтобы Столько Набрало Миллион Миллион Минималочка Минималочка Не обижайте Досе Чуваки Скиньте Другу Это Интервью Если Вы Досмотрели Может Или Сами По Четыре Тысячи Раз Посмотрите И нормально А что Вам Слабо Что Все Досе Поехал В Питер У меня Через Два Часа Рейс В Питер Я Не Должна Опоздать А мы Сейчас Прощаемся Спасибо Большое Всем Следующее Интервью Должно Быть С Сеней Если Открою Заграницу Но Скорее Сего Нет Вы Можете Написать В комментариях Также Кому Поехать И С кем Интересно Пообщаться Будет Поэтому Все Ваши Идеи В Комментариях С вами Был Я Шок Досе Не Забудьте Подписаться На Этот Канал И Нажать Да На Канал Досе Оставлю В Описание И Самое Главное Не Забудьте Про Колокольчик Пока